В эфире новости сейчас с вами Анастасия Богомолова. Здравствуйте! МИД Беларусь рассчитывает, что новый посол России в нашей стране Михаил Бабич, благодаря статусу спецпредставителя президента Российской Федерации, сможет более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Об этом сообщил начальник управления информацией, цифровой дипломатии, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларусь Анатолий Глаз. МИД нашей страны также поблагодарил за работу бывшего российского посла Александра Сурикова, который занимал эту должность с 2006 года. Посольство Беларуси в Швеции рекомендует белорусам избегать. 25 августа место демонстрации в Стокгольме, по информации дипломатов, разрешение на участие в митинге до 3000 человек, получило право радикальное скандинавское движение «Сопротивление». В этот же день в Стокгольме на демонстрацию соберется революционный коммунистический союз молодежи, поэтому не исключены беспорядки. Мощный тайфун Симарон продолжает свое движение по югу Японии. Стихии оставляют за собой размытые дороги, затопленные районы и даже разрушения. В регионе без электричества остались свыше 130 тысяч домов, 12 человек пострадали, есть пропавшие без вести. Отменены десятки авиарейсов. Власти продолжают эвакуацию населения в места временного размещения. А белорусов в выходные ждет довольно неустойчивая погода. В субботу по западной половине дожди местами грозы, днем по летнему жарко, до 31 тепла. В воскресенье осадки уже в центральных и западных районах и до 25 с плюсом. Начало следующей недели будет по-настоящему осенним, ночью максимум 12 тепла, днем около 20. Новые подходы в образовании в эти минуты обсуждают на августовском педагогическом форуме в Национальной библиотеке акцент на профориентацию школьников. В этом году, кроме педагогических классов, появятся аграрные. Обучение у десятиклассников будет проходить в шестой школьный день на базе профессионально-технических учреждений. Важно, чтобы сумели создать региональные модели профориентационной работы. Это уникальная интеграция общего, среднего, профессионально-технического образования и учреждений образования, направленное на то, чтобы каждый ученик сумел профессионально сориентироваться уже в этот период времени. Форум объединил более 500 педагогов, обсудили внедрение цифровых технологий на уроках, использование мультистолов и информационных планшетов для дополнительного виртуального интерактива. Это были самые свежие новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА